Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 31 мая 2020 года. В моей группе ВКонтакте прислали ссылку на журнал «Зочи» XIX века. Первый журнал датирован 1873 годом. Его редакторы и авторы статей – архитекторы и строители. Казалось бы, ну что здесь странного? А то, что те, кто со мной на канале с первых моих исследований, знают и помнят, что я неоднократно обращалась к архивам в поисках первых архитектурных журналов. Особенно меня интересовало происхождение отдельных зданий что в Москве, что в Петербурге или других городах. Интересовала дата постройки с нуля, то есть с котлована, с фундамента, а не те датировки, которые нам подсунули, как начало строительства не только отдельных домов, а целых городов. Но сегодня мы видим, что датировки идут от начала восстановления отдельных домов и городов. Такой, например, дом Пороховщикова на Арбате или город Владивосток. Смотрите на моем канале историю по этим сюжетам. Так вот, возвращаясь к Зодчему и рассматриваю первый журнал. Нахожу здесь очень много любопытного, что мне говорит сквозь строки о том времени. Допустим, примем на веру, что журнал выпущен именно в 1873 году, а не позднее намного. Допустим, журнал именно этого времени. И сквозь эти строки я вижу, что действия происходят после серьезной паузы, каких-то странных катаклизмов середины XIX века, а именно после Крымской войны и 1860-е годы. То, что я предполагаю, был засып городов глиной. Странные пожары в 1862-1864. Горит Петербург, горит Симбирск так, что его заново перепланируют. Поджигателей не находят. Не те ли эти пожары, как в Калифорнии, Сан-Франциско, Чикаго 1871 года, и современной Калифорнии, Греции, и леса в Сибири. Это однозначно поджоги, но пожары странные. Горят даже каменные здания, а деревья могут оставаться невредимыми. Поджоги осуществляются сверху с летательных объектов, как на литографии пожаров Чикаго. Ну, некий такой лазерный луч. То, что это всё возможно было в XIX веке. Что существовала третья сила, которая периодически устраивает хаос и разруху отдельных мест и городов. Всё это очень много в моих фильмах, следы этой третьей силы. Это не только в моих фильмах, но и в фильмах других блогеров. Материала очень много, доказательной базы очень много. А вот Симбирск. Мне попадается информация по ходу. Август 1864 года был в Симбирске сухим и жарким. 13 августа начался пожар на Дворцовой улице, когда загорелся один из сеновалов. Огонь угрожал зданию городской думы, Спасскому монастырю и дому предводителя уездного дворянства Языкова, но пожарные смогли их отстоять. К ночи пожар потушили, сгорело. Менее 10 домов, в том числе 4 каменных, горели каменные дома. В 15-тысячном страничном докладе Сенату 1869 года констатировали, что найти виновных не представляется возможным. А вот Барнаульский пожар 15 мая 1917 года, который сопоставим с пожаром Москвы 1812 года. Эти пожары аккуратно совпадают с разными политическими событиями, сменой строя, войнами и переделом собственности как отдельных регионов, так и огромных территорий стран. Общего в них то, что виновные не найдены, неизвестно. Конечно, ведь нельзя назвать третью силу с летательных аппаратов лазерным лучом, поджигая с удивительной снайперской точностью, виновными. Засмеют. Это же не вписывается в мировую историю. Нет же никаких конспирологий и заговоров. Всё само по себе, просто стечение обстоятельств неудачное. А теперь я перехожу к рассмотрению журнала Зочи и тех странностей сквозь строки, которые при внимательном чтении обнаруживается множество. И косвенным образом показывает то, что не так всё просто. О том, что происходят некие события, происходят трагические события, и это отражается именно в архитектуре, в строительных материалах, ресурсах, в отношении к этому строительству. О том, что говорят сами архитекторы. И всё это есть в этом журнале. Хотя с первого взгляда кажется, что всё обычно, всё просто, всё гладко, чинно, как положено. Но нет. Журнал Зочи. 1873 год. Меня всегда интересовали разрезы зданий. Зданий старых, которые стоят на подвалах, как они пишут. Датировки они дают. Вот такие, скажем, вторая половина XIX века. Но у них есть подвалы с характерными сводчатыми кирпичными потолками, стенами, колоннами. И сколько я не искала реальных разрезов. А что такое архитектурный разрез? Есть план здания и есть разрез. Разрез чётко показывает, если здание строится с котлована, с нуля, разрез показывает, как устроен фундамент. Потому что для людей, которые строят с нуля, с котлована, не секрет, они знают, какой там фундамент. В большинстве, даже не в большинстве, а в 99% случаев от XIX века зданий, чертежей зданий, которые стоят на подвалах, нет нигде нормальных разрезов и рисунка фундамента. Потому что они просто не знают, какой там фундамент. Они догадываются, они предполагают, но точно они не знают. Поэтому рисуют, как правило, наобум. И сейчас на примере одного из рисунков, вот здесь вот есть рисунок дома, доходного. Мы сейчас просто посмотрим. Так, вот он журнал. Много здесь всего интересного. Естественно, что какие-то детали, они и сейчас актуальны. Потому что строительство не меняется. Как делать кровлю, как делать узлы, устанавливать. Все то же самое. Громад вот, пожалуйста, такой. Бетвистый, как антенна. Как он устанавливается. Все хорошо. Так, вот я ищу здесь деталь фасада дома. Обывательский дом. Мы видим, что это кирпичный, многоэтажный дом. Он на самом деле многоэтажный. Кстати, листая этот журнал, к дополнению смотришь на название, на фамилии. И сплошь одни русские фамилии. Известные фабрики господина Карла Христофора Шмидта, склад у господ Вагау, вот дом Утина, Риккера, профессора Беланже, архитектора Сальмонович, Дилёв, Клейш Гауэр, Ю Буш, Матисен, фабрика Матисена, обойный магазин Ге Гечи, бетон системы Куанье, правая фабрика Шпигеля, на Песках, вот интересная улица, на Песках. Есть план частного дома, оборона Штиглица. Есть просто план, часовня, вот у часовни разрез, и совершенно неизвестно, что там с фундаментами. Есть план, план легко измерить, разрез, видимый разрез, тоже легко измерить, и сказать, какой он есть. А вот с фундаментами тяжелее, потому что они под землей. Они не показывают фундаменты. Вот здесь тоже непонятно, что с фундаментами. Совершенно непонятно. На обом нарисовано. Нарисовано просто по логике вещей. Вот что есть опорные стены, и под ними должно быть опорный фундамент. Непонятно. Что еще можно увидеть по этому журналу Зочи о том, что торговля идет во всей Европе? Такое ощущение, как будто нет границ между Российской империей и той же Германией, Англией, Италией. Это везде написано, как само собой разумеющееся, что они обсуждают в своем же архитектурном обществе, например, итальянские, пражские дизайны. Тогда это было не дизайны, а интерьеры. Как само собой разумеющееся, как будто это где-то происходит в соседнем городе. И вот здесь, пожалуйста, с пересылкой за границу Германию, Австрию, Бельгию, Голландию, Придунайские княжества, Францию, Данию, Англию, Швецию, Норвегию, Испанию, Португалию, Турцию, Грецию, Швейцарию, Италию. Подписка этого журнала. Кстати, здесь еще интересная вещь. Употребление рельсов при постройке свода, то есть тех самых двутавров. Это значит, можно делать плоские потолки, потому что до этого были кирпичные сводчатые потолки. Появляются двутавры, идет расчет, сопромат, то есть люди грамотные, вот они, формулы, рассчитывают нагрузку на эти балки железные, рельсы так называемые, из которых делается опора. А до появления этих балок получается, что были только кирпичные сводчатые потолки. Пока дойду еще до подвалов, вот что мне встретилось, на что я обращала внимание в своих фильмах в том числе. Так называемый русский, неорусский стиль, который появляется именно во второй половине XIX века. Вот здесь записано. В состав журнала войдут следующие отделы, исторические, в котором на первом план выступят исследования отечественных древних памятников. Второе, в связи с этим отделом редакция находит необходимым посвятить особый отдел исключительно русскому стилю, разработка которого лишь в недавнее время начинает занимать подобающее место в нашем искусстве. Поэтому в этом отделе войдут как старые, так и новейшие постройки, исполненные проектирования, а также утварь, мебель и прочее. То есть они занимаются разработкой именно русского стиля. По всей видимости, до этого не было какого-то отдельного русского стиля, а была какая-то общая архитектура. При этом в журнале очень подробно описаны стоимости работ. И видно по журналу и по речи тому, как они об этом пишут, что трудозатраты учитываются, и все очень дорого, и строительство дорого, что, в общем-то, логично. И сегодня то же самое. Для того, чтобы построить что-то, нужны затраты, нужны большие ресурсные затраты. Но когда мы видим архитектуру прошлого, 19 века, 18 века, такое впечатление, что там совершенно какие-то другие ресурсные возможности были в том же 19 веке. Но глядя на то, как они это пишут, кажется, что да, все сходится. Но когда ты смотришь на факт, вот на натуру, на эти здания, роскошные здания, не сходятся, потому что здесь все на лошадках, на лошадках и вручную. Ну, потом появляются паровые машины. А так все вручную. Все очень дорого, все очень неудобно. Но такая красота и такое изящество, и такое обилие интерьеров, рисунков, фасадов зданий не сходятся. Здесь есть новые строительные уставы, здесь есть пошлины, наложение штрафов, сроки введения в действие устава. Ну, все как у нас, как сегодня. Прописаны дворы, наружные стены, что можно строить, на каком расстоянии. Все как положено. Замечания на действующий в России ныне строительный устав. Вот, например, дворы строениями не затеснять, бани строить как можно дальше и прочее. Очень неопределенно. То есть нужно четко говорить. Вот они пишут эти свои претензии. Нужно четко говорить, в каких метрах, сколько метров. Интересная информация о Москве этого периода. Корреспонденция из Москвы. Письмо к редактору. Кто 5-6 лет не был в Москве, тот найдет в ней весьма много перемен, как в частности, так и в общем характере города. Положение Москвы как центра, или лучше сказать, узла железных дорог, направляющихся с окраин и внутренних местностей России, неизбежно повело к быстрому возрастанию городского населения, а вследствие того к увеличению числа помещений. Должно, однако, заметить, что хотя приливы населения к Москве не требуют расширения границ города, потому что она теперь занимает такую обширную площадь, на которой, не тесняясь, может поместиться двухмиллионное население. Но все же, ввиду прогрессивного роста городского населения, придется покинуть старую манеру строиться, раскидывая на обширных пустынных небольших малоэтажные здания. Действительно, теперь такой поворот уже намечается. Как в центральных частях города и близ станции железных дорог начали вырастать громадные дома в 5-6 этажей, от которых не отказалась бы любая европейская столица. Для примера, дом Пороховщикова. Но это не тот дом Пороховщикова, который на Арбате, это другой какой-то дом. Здесь интересно то, что Москва имеет теперь такую обширную площадь, занимает. Интересно. То есть меняются границы Москвы. Почему вдруг она такую обширную площадь занимает? Непонятно. Но вот такой момент написан в этом журнале. Есть еще одно несоответствие. Например, в этом же журнале написано, что доставать подольскую плитку очень дорого, даже для строящегося канала. А здесь Москва. И вот что здесь написано про торговые ряды. Полы галереи высланы подольскую путиловскую плитку по рельсам. Галерея В параллельная Никольской улице. Устроена подобно первым. Стоит только разница, что она покрыта полом не во всю ширину. В подвальном этаже расположены комнаты для торговли чаем с ясными припасами. Так что известным молодцам сладками, наполненными всякой провизией, тут делать будет нечего. Вот здесь путиловская плитка доставлена в Москву. Каким образом она доставлена для того, чтобы сделать торговые ряды. Далее про подвальные этажи. Подвальный этаж освещается во-первых посредством сделанных в соединении полуотверстий посредством сделанным в соединении полуотверстий в один аршин шириной покрытых железными решетками со стеклами через верх освещается первого этажа. И в этом же журнале спустя несколько страниц по поводу путиловской плиты здесь сообщается «После сообщения господина Кураедова по новизне и интересу предмета живой заинтересовавшего собрания следовало чтение господина Петлина о плитных материалах и о разработке их обществом путиловско-антоновских ломок. Описав виды и характер залежей встречающихся в окрестностях села Путилова, принятый способ производства ломок, способ доставки материала к Петровскому каналу. Референт указал на причины, вызвавшие последние годы значительное повышение цены на плитный материал, результатом чего было появление в продаже волховской плиты менее доброкачественной, чем путиловская. Главная причина, по его словам, заключается в том, что разработка плитника вследствие его истощения близ канала значительно теперь отдалилась от водяного сообщения. Для нагрузки на суда теперь приходилось подвозить материал на лошадях, а стоимость такой перевозки, производимой обыкновенной зимой, обуславливается состоянием дорог и расстоянием и обходится теперь до 10 рублей на купсажине. Это обстоятельство и побудило многих промышленников заняться разработкой волховской плиты, добывание которой обходится дешевле. Так вот, путиловская плита, как ее сложно добывать, как ее сложно доставлять даже к местному Петровскому каналу, но почему-то она попадает в Москву каким образом, непонятно, сколько тогда она стоит, если она ее использует эту плиту для интерьера галереи, торговых галерей. Это должно быть очень дорого, очень дорого. Дальше, еще какие ресурсы общества путиловско-антоновских ломок, владеющие значительными залежами лучшей плиты, отдаленными почти на 7 верст от канала, решил облегчить доставку груза посредством проведения отломок к каналу конно-железной дороги. Конно-железной. Этим путем явилась возможность круглый год дешево и скоро подвозить плитной материал, а таким образом поставлять уже известную по своим достоинствам плиту гораздо дешевле прочих промышленников, что должно препятствовать дальнейшему появлению в Петербурге негодного материала, равно как и небывалому повышению на него цены. Вот таким образом. То есть очень сложно было доставлять материалы из Петербурга в Москву. То же самое это касается, я говорила о интерьерах, о плитах материала в московском метрополитене. Это то же самое, который якобы был взят из-за храма Христа Спасителя. Тоже путиловская плита. Здесь очень много вопросов, очень много нестыковок. нестыковок именно по ресурсам. То есть ресурсно это было невозможно, практически невозможно. Либо создавало такую ценовую политику, что становилось ненужной просто, значит, должен был появиться какой-то другой материал отделочный. Но тем не менее и в Москве присутствует именно вот эта путиловская плита, которая сложна даже для внутренних, вот для местных каких-то производственных дел. И далее тут же в этом журнале пожалуйста павильон постройки при городской больнице в городе Дрезден. То есть журнал он пишет не только о российских, но и в основном о европейских архитектурных объектах. И что касается фундаментов здесь опять ничего не понятно. Как они устроены? Это в общем-то на вскидку. И вот эти сводчатые потолки они совершенно не нужны при балочных конструкциях. при швеллерах чугунных. Это кирпичный свод. Это удорожание конструкции. Полагаю, что он был ранее сделан. Полагаю, что это уже реставрация каких-то помещений, которые пострадали при катаклизме, как мы предполагаем, большой термоядерной войны в середине 19 века. Вот это остатки. Активно рекомендуют использовать мох как строительный материал, не только между бревнами и обкладки крестьянских изм, на севере особенно. Железнодорожное полотно им укрепляют, мощение земляных насыпей откосов. Используют для смазки черных полов и потолков. Вот я этого не знала. Но сейчас его не применяют. Мох наверное весь вывелся. А тогда использовали. Но если бы этот мох использовали и ранее, то его бы уже не осталось наверное ко второй половине 19 века. Здесь вот это использование мха, поскольку это не искусственный а природный материал, он не может быть скажем так бесконечным. Он конечен. И если его применяют, значит применяют его в какой-то период времени. Почему-то его применяют. потому что нет другого материала. И поэтому используется то, что есть в природе. Потому что бесконечно природу истощать нельзя. Она просто закончится. И тоже мох он просто закончится как строительный материал в один момент. Как и дрова. То есть невозможно большие города топить только дровами. Просто лесов не останется. То же самое и сам хом. Но тем не менее вот в этом журнале его рекомендуют как строительный материал. ничего не стоит. Его ценность должна быть определена стоимостью извлечений из болота и перевозки. Обе эти работы незначительны, но зависят от количества ежедневной добычи одним человеком и отдаленности болот от места потребления. Если предположить гадательно, почему-то гадательно, что один рабочий натаскает в день одну кубическую сажень, то есть они это все предполагают. Это все похоже на какое-то вот такое дилетантство. они как будто бы оторваны от реальности, как будто у них нету корней вот этой архитектурной строительной традиции. Они предполагают, они гадают. Это очень странно. Это говорит о том, что что-то произошло, что получился разрыв в знаниях, разрыв в экономике, разрыв в строительных материалах, в ресурсах. Что-то произошло. Поэтому появляются такие строительные материалы, как мох, которые используют не только для прокладки между бревен, но где его только не используют. Они стараются его по максимуму из него выжать, из этого мха. Целая статья этому посвящена. Но тут продолжение этой статьи по мху как строительного материала. Здесь еще есть интересные вещи, которые сквозь строки мы начинаем понимать. Вот, например, известно, как дурно крестьяне строят клети, в которых помещается скот. Они срубают их из самого тонкого леса и не всегда проконопачивают. От этого продолжение целой зимы бедный скот в них страдает, подвергаясь сквозному ветру и лежа на мерзлом навозе. От холода увеличивается и голод. Заботливые хозяйки нередко берут в избы новорожденных телят для того, чтобы их холить. Но жизнь вместе со скотом слишком первобытна, не всякий опрятный Шолохово, станица Вешенская, там тоже брали новорожденных телят в избу. То есть в это же время, сколько прошло с 1873 года, гражданская война 1920 года, и все такой же быт крестьянский. Ничего не изменилось в царской России за 50 лет. Ну и здесь предлагают также использовать мох для того, чтобы конопатить эти стены, продуваемые всеми ветрами. Для этой цели предлагаю строить скотные дворы из мха, которые крестьянам еще долго не будет ничего стоить. Значит, очень сложно с материалами, сложно, бедно, дорого для крестьян во всяком случае, для народа все очень дорого. И это опять-таки никак не бьется с той архитектурой, которая осталась, сохранилась, даже при том варварском к ней отношении, как к историческому наследию, все равно еще так много сохранилось, пускай в разрушенном состоянии по всей территории России вот этой восхитительной архитектуры, что говорит о том, что вот эти ресурсы, о которых пишет журнал, никак не совпадают, не стыкуются с этим. Еще интересная новость в этом журнале, для меня, по крайней мере, новость, уже археологическая. При обсуждении различных проектов железных дорог, которые должны соединить Англию и Индию через Россию, железных дорог, то есть, видите, какие проекты, Англию и Индию через Россию, то есть, это одна целая цивилизация. И через долину Ефрата нельзя не обратить внимание на донесение английского консула в Дамаске, который указывает на открытие древней римской дороги от Байеры в ста верстах на юге Дамаска до Бусары на Персидском заливе. Это древнее шоссе до того прекрасно сохранилось, несмотря на то, что ему более двух тысяч лет, что не требуется никаких земляных работ для укладки по нему шпал и рельсов. Нормально? Ну, насчет двух тысяч лет это они загнули, это не так далеко было. Обнаружили они дорогу, не знали они, что там дорога есть в Персидском заливе в Дамаске. А это, на секундочку, Сирия. Какая развитая была Сирия, сколько там древних городов, древнеримские дороги. И для царской имперской России соединить нужно было Англию и Индию через Россию. А как насчет Крымской войны? Вообще-то воевали с Англией, с Европой, с французами. Это говорит о том, что во второй половине XIX века Российская империя, царская Российская империя, она проректорат английский, английская колония. И сегодня она тоже англосаксонская колония Российской Федерации. Вот они, триколоры тут же. Все для Англии дорогое делается. Еще новость, которую я хотела сказать. Петербургский листок слышал, что на ремонт Исаакиевского собора осигнована сумма в 690 тысяч рублей. Из них на запаковку трещин, образовавшихся на наружных стенах, осигновано 300 тысяч рублей, а на внутренние преимущественно печные отделки 390 тысяч рублей. Это у нас 1873 год. А Исаакиевский собор был окончательно сдан в 1859 году. То есть спустя 14 лет у него уже вовсю пошли трещины по стенам. Это как интересно. Это тоже говорит о том, что все не просто так. С чего это вдруг пошли там трещины по всем стенам у Исаакиевского только что казалось бы свеженького отстроенного собора. Здесь очень много всего интересного, но я завершаю свой фильм. Сейчас найду еще чертежи, чтобы показать, что не так. Что не так. Это о ресурсах. В этом же журнале плана загородного дворца Боржон, Кавказ. Посмотрите, какая архитектура, какая кирпичная кладка. Это все нужно было выложить, это все нужно было доставить, изготовить. Литье, допустим, сделать, что это литье. Понимаем, что уже был цементные смеси всевозможные, и литье можно было изготовить, но тем не менее. Сколько нужно было затратить труда, средств, для того, чтобы сделать такую красоту. Деталька интересная. Труба, видимо. И то, что я говорю по разрезам, есть подробные разрезы, но нет ничего по фундаментам детской больницы Альденбургского. И вот, казалось бы, вот эти нестыковки, вот эти какие-то гадания в отдельных местах, и в то же время грамотность, инженерная грамотность, вот, пожалуйста, расчет балок. Люди знают сопромат, все четко, они не дурачки какие-то, инженерные люди, инженерные мысли. И в то же время в отношении отдельных вещей какие-то странности происходят. В отношении именно объектов архитектуры странности происходят. В отношении строительных материалов странности происходят. А знания, они остаются. Знания — это вечное. Сопромат — наука вечная. Как говорил наш преподаватель Чарушин, он говорил, вашу архитектуру всю снесут к чертовой матери, а сопромат — наука вечная. Он прав. И расчет церковного купола. Пожалуйста, интегралы. Знания какие? Эти знания не даются в один момент. Это школа. Что же тогда? Какие же проблемы тогда со строительными материалами и с объектами культурными, архитектурными? Вот ищу чертежи вот этого дома, фасад обывательского дома. И получается, что фасад есть. Здесь мы видим, он стоит на подвалах. Это было описание. Стоит на подвалах многоэтажный кирпичный дом. Для, скажем, рассчитать тяжесть, это должны быть серьезные расчеты по фундаменту для того, чтобы выдержать вот эти кирпичные стены, внутренние стены. Это очень тяжело. Тяжелый дом. И чертежей как таковых нет. Есть план. Вот он план. Я не могу найти разрез этого дома, чтобы посмотреть фундаменты. Во дворе отдельно сделан ледник. Вот ледник, пожалуйста, разрез есть. Вот таким образом он сделан. А где же сам дом-то? А дальше тут у нас какие-то странные чертежи по рисунке, кресло, стол. А где разрез-то дома? Объявления какие-то идут. Следующий номер идет. Разреза нет. Сейчас попробую найти. Ну и вот практически в самом конце, да не практически, а в самом конце этого журнала опять вот он выходит. Почему его так поставили, непонятно. Обывательский дом, деталь фасада, роскошный фасад, кирпичный. И наконец-то идет разрез. Мы видим многоэтажные здания и мы видим вот те самые подвалы, как было написано. Он стоит на подвалах. Теперь посмотрим, что по всей видимости они не знают, какие на самом деле там фундаменты. Потому что они прорисованы просто по логике вещей, что вот здесь несущие стены, опорные стены, соответственно, здесь должны быть опорные фундаменты. А почему они не знают? Потому я так предполагаю. Посмотрим на вот этот фрагмент подвала. Это потолок. Это сводчатый потолок, кирпичный. Представьте, что это сводчатые, кирпичные потолки, которые опираются на колонны. Возможно, даже он не просто круглый, а возможно, он сходится в одной точке четырьмя гранями. Таких потолков очень много. И в Москве они встречаются. Вот это, я считаю, что это допотопные дома. И вот такая структура, она характерна для даже XVI века. XVI, XVII, XVIII века это точно. Уже когда появились балки и швеллера, уже стали строить плоские потолки. Но еще даже в конце XIX века даже сквозь балки и швеллера делали полукруглые, вот такие метровые, где-то метровые, кирпичные, все равно полукруглые своды. Этот свод характерен для XVII века. Почему они не знают? Потому что для между полом, вот потолок и пол первого этажа, им приходится выравнивать вот эти вещи, которые возникают неизбежно, с неровности. В этом нет никакой необходимости делать такой потолок или пол первого этажа. Нет необходимости, потому что все остальное выдерживает нагрузку. Потому что здесь он должен быть в принципе идентичен по строению тому, что межэтажное перекрытие таким же, как и во всех остальных этажах. Это лишнее, это удорожание, конструкция, оно не нужно. Тем не менее, оно здесь присутствует. А вот здесь они не знают точно, что они не прорисовывают это. Потому что, скорее всего, он не такой фундамент. Он должен быть более плоский, и здесь должна быть забутовка, что-то здесь должно быть еще. он не может быть вот просто вот так вот стоять. Поэтому я предполагаю, что они использовали здания, возможно, здания были разрушены, оставались вот наиболее крепкие подвальные помещения, которые засыпаны, вот они остались. И вот это все дальше реставрируется и строится на старых стенах, строятся новые дома, которые, датировка им дается уже, ну вот, второй половины 19 века, начало 20 века, таких домов очень много в Петербурге, с закопанными окнами, но в то же время с датировкой начала 20 века. Что не может быть, поскольку закоп этот был именно в середине 19 века, засып, закоп городов. Вот, собственно, то, что я вам хотела рассказать, я думала, выйдет покороче, оказалось довольно длинно, в два раза длиннее, чем я ожидала. Но надеюсь, что вам было познавательно и интересно, потому что я как архитектора, имеющая образование архитектора, у меня, конечно, все это вот интересно и тормозит мое внимание, и мне хочется все показать, все рассказать. С вами была Галина Конышева, журнал «Зочи» 1873 года. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, делитесь этим видео, пускай люди тоже просвещаются в архитектурных стилях второй половины 19 века. Всех вам благ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok